Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осецкая, канал о вязании и обо всём, что связано с вязанием. Сегодня воскресенье, сегодня я отчитываюсь о совместном проекте «Ликвидация-2», который организовали Анна Полозняк и Галина, канал Галины Good Knitting. Номер моего участия – 10. В проекте участвует много блогеров с Инстаграма и с Ютуба. Вот у нас есть хэштеги, ссылочки все я оставлю, поэтому проходите, смотрите, подписывайтесь. И сегодняшний мой отчёт будет отчёт за две недели. Почему за две недели? Потому что на прошлой неделе я не вязала ничего, не то что ничего, даже одной петельки не провязала. Я уходила на работу в семь, приходила в восемь в начале девятого, ближе к девяти, и приходила уставшей до такой степени, что у меня было чувство, что по мне ездят тракторы каждый день. Чем ближе к субботе, тем тракторов проезжает по мне больше. Дело в том, что было тестирование. Те мамы, у кого дети учатся с 7 по 11 класс, наверное, в курсе. И очень было много работы, очень большое было напряжение эмоциональное и физическое. И я просто вот, просто падала замертво. Но сейчас всё закончилось, и эту неделю я повязала не очень много, но тем не менее я повязала. Значит, сейчас у меня отчёт за восьмую неделю. Я не хочу ничего пропускать по той простой причине, что расслабляться нельзя. И долги делать нельзя. Вот. Значит, восьмая неделя задание давала Аня, и задание было вяжем добро. Это благотворительность. Кто со мной на канале давно знает, что я вяжу для малышей недоношенных. Я уже вязала в проекте носочки, у меня были жёлтые. Поэтому повторяться я не хотела вязать опять носочки. Мне хотелось вязать для больших девочек, для взрослых носочки. Тоже носочки. А почему тоже носочки? Вот я носки не особо любила. Ну, как бы и не особо вяжу, и вязала, и не особо носила. Но в этом году, нет, по-моему, в двадцатом году я первый раз участвовала в носочном буме, и мне так понравилось вязать носки, я в них влюбилась. И стала вязать носки. В этом году, на восьмое марта, мне очень хотелось поздравить моих вязальных подруг с восьмым мартом. Вы, наверное, тоже знаете об этом. Я запустила челлендж, который называется «Яркий мир вязания и дружбы». Я дарила девочкам пряжу, но не просто так, а с заданием. И мы все вязали носочки. Я в этом проекте небольшом вязала носочки с пяткой стронг. И мне они очень понравились, и я решила, что я начну благотворительность вязать носочки. Именно хочу связать с пяткой стронг. Куда я их дену, это будет... Либо я подарю человеку... Есть человек, ну, в таком возрасте уже, и человек болен. Это не мой родственник. Это... Ну, в общем, есть такой человек, которому я могу подарить. А если я не подарю по какой-то причине, то я положу в коробку и буду собирать носки для того, чтобы отправить на будущий год. А не, когда я буду участвовать не на будущий год, а в этом году, наверное, в конце года, да, будет опять носочный бум. Я буду в нём обязательно участвовать. И в прошлом носочном буме 2 Аня объявила ещё благотворительный... Ой, как же он называется? Не марафон, а благотворительную... Ну, такую благотворительную акцию, в которой мы вязали... Да, марафон. Благотворительный марафон. Наши тёплые дела. Я вязала носочки, отправляла Ане, а сейчас решила, что если я никуда не дену вот эти носочки, то это будут первые, которые будут лежать в этой коробочке. И я хочу, ну, каждый месяц, не знаю, но хотя бы в 2 месяца одну пару вязать. Итак, вяжу я эти носочки из пряжи подмосковной. Пряжа мне очень нравится. Вот такая она замечательная. Но она у меня перемотана в моточек. Вот почему я её перемотала, я не помню. По-моему, что-то где-то запуталось. И я её перемотала. Здесь 74 грамма. Я вяжу носочки. Вот это вот спинка носочка. Это пяточка, стронка я начала вывязывать. Я вяжу на пяти спицах. Иногда хочется что-то другое. Обычные носки вяжу мэджик-лубом. Но мне здесь очень захотелось повязать именно на пяти спицах. Вяжу спицами тройка. И я, когда свяжу один носок... А, ещё почему я стала вязать на пяти спицах? Потому что у меня моточек один, а мне раскручивать на два было просто лень. Вот. И я стала вязать на двух спицах. Я свяжу один носок, второй носочек буду вязать на камеру. Это я вяжу по восьмой неделе. Да, по восьмой неделе. Девятая неделя. Неделя, которая идёт сейчас, объявила задание Галина. И задание звучит следующее. Лето не за горами. И действительно, лето не за горами. Вчера был день весеннего равноденствия. День и ночь они были совершенно одинаковые по длине. И теперь мы вообще перешли в лето. И идём туда семимельными шагами. В прошлом году, по-моему, это было весной. Или это было летом. Честно говоря, я не очень хорошо помню. Но я помню, что это было во время пандемии. И, по-моему, Лиля с канала Лилии Рукоделия предложила связать нам чайку. Мне захотелось связать чайку, потому что я видела давно-давно у Ольги Кондратьевой. Когда она только связала, у неё появилась эта чайка, я её видала и решила, ой, как я её хочу связать. Она меня по многим моментам устраивала, но я её не связала с Лилей. Я начала, но извинилась перед Лилей и сказала, я вязать её не буду. Я не пойму, почему у меня не пошло. То ли пряжа не та, то ли момент не подошёл, то ли это вообще не моё. Чайка не хотела связаться, но никак. Так, пряжа у меня, сейчас я вам покажу всё. Пряжа у меня совершенно замечательная. А цвет, посмотрите, какой шикарный цвет. И он передаётся, по-моему, совершенно правильно. Вот такой шикарнейший цвет. Это Ализе Катон Бэби Софт. Прямо, вот знаете, она как будто бы бархатная. Такая красивая пряжа, я просто влюблена в неё. И цвет этот 547, здесь 50% хлопка, 50% акрила и 270 метров в 100 граммах. Естественно, Галина говорила о том, что в составе должен быть хлопок. Вот она, эта пряжа с хлопком. Я вязала чайку, вот эта ниточка была и вот эта. Это я распустила уже, посмотрите. Но смотрится очень хорошо, да? Подходит просто всё замечательно. Но почему-то чайка не пошла. Но, наверное, или было не моё. Ой, извините, я дёрнула. Или было не моё, или просто рано взялась. Или уже опоздала. Вот что-то одно из трёх. И я решила, что я не буду испытывать судьбу. А сейчас я уберу коробку сюда, потому что будет тень от неё. А я очень хотела ещё связать. Я в проекте «Решиться и связать» вязала платье регланом. Сверху. Ленивым регланом сверху. Вязала я первый раз. Мне он очень понравился. Просто очень понравился. И почему я так говорю, очень-очень, я вам сейчас расскажу. Я взяла эту пряжу. Пряжа мне нравится. Я очень хотела связать из неё. Это вообще пряжа моя-моя. Цвет мой-мой-мой. Так. Это у меня передняя часть, поэтому у меня здесь стоит белый маркер. Я стала вязать ленивым регланом себе джемперочек. Смотрите, какая красота получается. Правда? А вот этот узор у меня есть на канале. Мастер-класс. Ссылочку я оставлю. Вот так будет. Вот. Ссылочку я оставлю. И я вязала себе из пряжи Ализе Кутенголд ботик. Жакеточку, которую я благополучно недавно распустила. И внизу у меня был вот этот узор был внизу и на рукавах. Узор мне очень нравится. Я его решила перенести вот на джемпер. Вот такой вот джемпер вяжется у меня. Классный. Я его свяжу и потом подробно-подробно-подробно обо всем расскажу, как я считаю. Он ленивый реглан. Его рассчитывать не надо, но все равно небольшие расчеты делаются. Вот единственное, что, я думаю, постирается, здесь подтянется. Я его когда померила, когда считала, сколько мне петель набирать и как мне набирать, конечно, мне хотелось бы сделать чуть-чуть побольше здесь вот эту вот дырочку. Но если побольше сделать, то не очень мне немножко, не очень мне понравилось. Это я, вот. И я думаю, когда постирается, оно и будет, когда я свяжу росток, оно все-таки будет чуть-чуть побольше растянется, сядет нормально. Но сейчас, вот когда я мерила, оно прям под горлышком мне. Ну, пусть будет такое тоже неплохо. И еще вот мне нравится, что здесь такое неровное, да, вот получается неровный краешек. Я думаю, или я оставлю так, или я обвяжу рачьим шагом. Ну, не знаю, посмотрю. Короче говоря, вот такой вот джемперочек у меня вяжется. Будет, я буду показывать, рассказывать. Давайте я маркер поставлю. Вот этот я сниму. И его поставлю вот сюда. Ой, спицы стучат об стол. Так, вот сюда. Вот, такая красота у меня вяжется. Очень мне нравится цвет, вообще потрясающий. Цвет, кстати, передается, я уже говорила, совершенно правильно. У меня таких пять моточков. Я распустила чайку, перемотала. Не стала вязать, потому что мне надо было выровнять моточек. Ниточки я здесь все выровняла, они ровненькие. И потом буду вязать из тех нет. Я не знаю, какой здесь будет рукав. Длинный будет или короткий. Не знаю, посмотрю. Буду вязать и будет видно у меня. Что еще я немножко продвинула в этом, в этот раз. Ой, пуговица на полупалом. Я совсем, да что ж такое, я вас дергаю. Я совсем-совсем немного, но все-таки продвинула свой кардиган. Где-то у меня здесь. Вот так, да, я провязала. Сейчас я посмотрю. Да. Он такой большой уже. Просто очень большой. Я вот, наверное, вот так вот от петельки продвинула кардиган. И, ну, вот так совсем немножко. Да, вот так вот сколько здесь, сантиметров 7, наверное. И я себе дала, ставлю цель, в день вязать по 6 рядов. Вот. Это я провязала вчера, сегодня, а еще его не брала. Кардиган чуть-чуть продвинула. Что-то здесь нитка торчит порванная. Вот мне не нравится в этой пряже, знаете, что? Ниточка одна оборвала, соединяется, и они завязывают на самом краешке, и потом она вот так торчит. Ее надо, я, конечно, ее подтяну, затяну, но вот это мне не нравится. Причем вот то же самое. Сейчас я покажу. Вот то же самое. Вот. Они несколько ниток связывают, и... Где тут они? Вот они торчат. Нитка закончилась, и они ее связали, и она торчит. Ну, ладно. Это все убрать можно, все нормально. Хочу побыстрее закончить этот кардиган, постирать его, он такой тяжелый. Так, и дальше. О чем хочу рассказать? Небольшой план. Мне так понравилось связать ленивый реглан, что у меня есть 15 моточков вот такой пряжи, папирус от Фибра Натуры. Я хотела начать сразу в этом проекте, так как Галина дала задание «Лето не за горами», но не успеваю все начинать сразу. Потом нет, даже дело не в этом. Мне хочется закончить что-то и начать другое. Вот мне такое удовольствие доставляет, что я закончила и начала. Я просто вот в ближайшие дни, буквально в ближайшие дни, хочу начать еще из этой пряжи вязать. Это папирус Фибра Натура. Я сказала, да, здесь 78% хлопка и 22% буретного шелка. Цвет я ищу цвет. Цвет я не нашла. Не знаю, где цвет этот. Не знаю. Так, вот он. Так, не вижу. Сейчас, секунду. Началось подойти близко к окну, потому что на этом фоне, во-первых, не очень хорошо видно, а во-вторых, очень мелко написано 229-11 цвет. Но цвет очень красивый и передается он, по-моему, близок к тому, что есть. По-моему, даже правильно. Так, что я хочу из этого сделать? Сейчас я вам расскажу. Это будет кардиган. Кардиган. Я не знаю, с каким рукавом. И я только знала, что это будет кардиган. Он будет такой длинненький, ниже попы, но закрывать будет. И я его буду вязать ленивым регланом. Я только не знала, как я буду оформлять вверх. Просто планку, либо это будет какой-то воротничок, и переходить в планку. И у меня же там две полочки. А в ленивом реглане только одна петля должна быть. Вот, я имею в виду вот эту петлю. Сейчас. Вот она. Одна петля. Да? Вот. И от нее идет... Все идут танцы, шманцы. У меня две полочки. И тут вот я вчера думала, и вдруг я увидела, прям увидела этот кардиган. И поняла, как его надо вязать. И линия реглана у меня будет связана... Очень люблю этот узор. Называется жемчужный, рис, путанка. Как угодно. Но вот именно таким узором. А у меня таких, я уже говорила, 15 моточков. Если мне хватит на кардиган, я еще хочу связать такую... Маечку, не маечку, футболочку, не футболочку. Это будет тоже связано регланом ленивым. Да? Рукавчик там будет на линии подреза закончен. От подреза я уже не буду вязать рукав. И будет, может быть, круглый вырез. Может быть, я сделаю типа кареи, что-то такое. Но это планы. Я не знаю, насколько эти планы могут осуществиться. Наверное, но осуществиться-то они должны. Но посмотрим, на что мне хватит этих 15 моточков. Ну вот, наверное, и все. Я больше не буду о планах говорить. Это так вот, к слову, пришлось. Потому что лето не за горами. И я достала там некоторые... На самом деле, у меня много пряжи с летним... С хлопком такого летнего, будем говорить, состава. И вот, смотрите, вот тоже я нащупала. Сейчас завязана ниточка. Смотрите, как она завязана. Ну, это надо будет перевязать ее. Вот. Я просто очень хотела вот связать из этого, из этой пряжи еще в прошлом году. Но руки не дошли. И еще хочу вот такую белую. Очень хочу белую такую. Да, надо мне купить белый хлопок. Вот. Ну, все, наверное, я рассказала. Большое спасибо всем за внимание. Проходите, смотрите всех девочек, подписывайтесь. У нас проект скоро заканчивается. Завтра задание даст Анна. И все, и проект заканчивается. Так быстро пролетело время, что не успел оглянуться, и все уже. Вот. И если вы не подписаны ко мне на канал, то подписывайтесь, пожалуйста. Я буду очень рада. И не забудьте нажать на колокольчик, который известит о том, что вышло новое видео. На этом все. До новых встреч. Всем успехов. Всем хорошей погоды. Солнышко, солнышко на улице. Солнышко в душе. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok